Сегодня у нас 13 декабря 2015 года. Это город Барнаул. Мы с братьями вышли раздавать святую Евангелие. Патриархийное издание московской патриархии по благословению патриарха Кирилла. Это на площади Спартака в Барнауле. Ой, аккуратно. Берут, заходят. Вон, братья еще одни идут тоже. Игорь, Никита. Игорь, Никита. Игорь, Никита. Игорь, Никита. Субтитры делал DimaTorzok Если что-то важное, позвоните нам. Будем общаться. Верующие должны общаться. В этом спасение. Кровь Иисуса Христа тогда очищает нас от всякого греха, когда имеем общение друг с другом. Субтитры делал DimaTorzok Православная церковь. Кстати, выходите. Бросайте курить. Христос спасение дадут. Ну не только за это, конечно, но вообще за принятие Слова Божьего. Бесплатная Евангелие в православной церкви. Православная церковь. Бесплатная. Да возьмите наши субтитры. Субтитры делал DimaTorzok Бесплатная Евангелие в православной церкви. Возьмите, кстати, все слова Иисуса Христа вечной жизни. Христос поможет вам зайти на небо. Глядите, вот Иван Герой Бесплатный. Да? Так вот, читать надо и будете тогда крещенным. Христос, все слова. Христос, о вечной жизни, о небе. Возьмете? Нет. Нет? А интернет есть у вас? Нет. Ну, может быть, возьмете, тут телефон есть в случае чего. Нет. Бросайте обязательно курить. Это сразу у вас... Не в этом дело. Главное, что вы как будете жить уже. Совсем по-другому. Бесплатная Евангелие. Всех слова Христа вечной жизни. ... А возьмите наш интернет, теперь же, куда позвоню. Православная церковь. Есть? А уже дали? Евангелие, Вапуст hertz. Уже дали? Бесплатно. Да, да, да. Православная церковь, Евангелие, бесплатно. Бесплатно, Евангелие. Возьмите наши, праны. Загонитесь нас, пожалуйста. Проcktimiz. Отец православных церкови. Сайт православной церкви? Сайт православной церкви. Ну, православная церковь, и вот в Краменске, в нашем городе, это все православная церковь. Я знаю. Вы конкретно к вам обращаетесь? Откуда мы? Да. Крестово-Зыжинская, общем, города Барнавр. Ну, а я такой. Ну, вот это вы и есть. А, все, можете дарить. А там можете кому-то подарить. Так, пойду дальше за Евангелие. Давай. Давай, я попью. Говорю, Господь, вам таким намерением быстро что-то достигнуть. Так вот, говорю, 50 лет. Может сейчас попрет. Может, зря стоит в этой деревне. Ладно. Давай. Свело вам. Ладно, просто. не любите стать спасибо 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 что будет на занятии по изучению сердечной пятерки пастор проповеди читает была в реабилитационном центре понятно предстанта как нахрен ты думаешь внутри тебя попадется привет спасибо 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 пг спасибо гcale fog спасибо конверфор кто духовlos это только самый дикий народ может, когда ему говоришь, православная церковь распространяет Слово Божие, может сказать, а точно вы православные? Вот как будто бы баптисты там или игористы будут стоять, а мы православные, возьмите Евангелие. Какой смысл? Я не могу понять это. Это говорит о том, в таком невежестве народа. И мне, когда 80 человек сидеть вместе рядом, как Игорь Третьяков все рассказывает в сказке нам, о том, какие хорошие у нас те, о которых нельзя говорить. Распространяться надо везде. 80 простите, не хочу сказать, вот это вот, обличий сидят в одном месте и ничего не делают в этот момент. Ну, хотя бы народ подвигли на то, чтобы они вот стояли и распространялись вот их же самые Евангелия. Тех, о которых говорить нельзя. Вославная церковь. Иван Сергеевич. Евангелие от Матфея, первая глава. С 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию в жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов, и их, а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все девы в отчреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему, Имануил, что значит, там и Бог, встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ее имя, Иисус. Нормально получается? Что дальше? Да, продолжай дальше. Одну душу запоймали, да, так? Ну, как скажем, мы можем и так. Братья же у нас там умраться, не знают как. А мы подчиняемся, и Господь помогает. Да. Евангелие от Матвея, глава вторая, с первого стиха. Когда же Иисус родился в Ифлиеве Иудейском, в войне царя Ирода, пришли в Иерусалим, волшины с востока, и говорят, сейчас продолжим страницу, ничем не меньше воеводства Удиных, ибо из тебя произойдет мощь, которая упасет морозом у Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волков, выведал от них время появления звезды. Бесплатно. Когда Ирод тайно призвал волков, выведал от них время появления звезды. Ипослав Крившлием сказал, пойдите, тщательно разведайте, о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и те звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был владенец Петра. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матери его, и папы, оплодились ему, и, отрыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладом, и смирну, получив во сне откровения, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, где ангел Господень является во сне Иосифу, и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будет там, доколе скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом, через пророка, который говорит, «Из Египта я возвал сына моего». Тогда Ирод увидел себя смеянным волхвами весьма разгневался и послал избить всех младенцев Ислееми во всех пределах его, от двух лет и ниже по времени, которое выведало волхов. Тогда дождь, реченная через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдания, его путь великий». Рахиль плачет о детях своих и не хочет учениться, ибо их нет. По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифом в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли и сказшие души младенца». Он сказал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай ставствует на людей вместо Ирода отца своего убоялся туда идти, но получив во сне откровения, пошел в пределы Галилейские, и придя, потерялся в городе называемый Назагритер. Разбудет зареченное через пророком, он Назагреем наречется. Девушки отдыхают на суды, тоже лаванит. Давай не трогай. Всё. Просадили, не трогай. Да, знаю. Спасибо. Тех, Анаюша, давай. Третья глава. Вот, третья глава. Пятой Евангелие бесплатно. Каждый дом. Пятой Евангелие бесплатно. Евангелие от Матфея, третья глава. С первого стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, привыкни сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из вербюжего волоса и пояс кожаный на чеслах своих. А пищу его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность орданская выходили к нему и крестились от него в Ордане, исповедуя грехи свои, чего нам не хватает. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в обе в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матрея 3 глава 13 стих. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою к жительству, а солому сожжет огнем нерогативом». Это он праздывает. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты не приходишь ко мне». Продолжение 3 главы 15 стих. «Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. «И крестившись, Иисус 150 высший в беднице вверх и вверх и вверх и вверх и вверх» «Да это сектанты! Кто бесплатно раздает книги? Понимаете? По неведению. Я говорю, «Да вы чего? Наоборот, раньше всегда бесплатно». «Но вы в Равлево находитесь, да?» «Да не у Жавлева я нахожусь, но я с удовольствием слушаю его проповедь, я очень согласна с ним». «Он юридик, понимаете, он юридик самонатуральный». «Не судите, пожалуйста». «Я не сужу, его святая библия судится». «Я слушаю». «И скажите, что он не так говорит? Что он не так говорит востоку?» «Нарядился, главное, там был пол, все, одел на себя метру, там крест повесил, а сам, внимание, церкви у него никого нет. Я читала, читала, о чем его объявили, понимаете? Это было так противно. После того, как я слушала его проповеди, да что он там и образования не имеет, и такой, и такой разметок. Понимаете? Я даже не стала, не стала этого читать. Они продолжают слушать его проповеди, и они, я с безумия уже везде не читаю, и, так сказать, мне он ждал, и приступил к нему искусить. А вы знаете, кто такие? И вообще, что такое праздник? Ну, так в чем дело? Тогда какие? Могут быть деньги? «Не поможем любить человека, но всяким словом устоявшим из Иисус Божий». И по писанию, мы сейчас не должны. Вот я говорю, вот я сейчас, и мне сказали, что я, у моего сектанта, взяла книжку, потому что бесплатно раздают только сектанта. Понимаете? В одни ведения, и в ангелии аплотеечек, вот это и было. Точно так же, вы сейчас направляли. Иисус сказал ему, мы это ведение, мы знаем, что такое перенесать в Каеве, а вы не знаете. Опять берет его с дьявол, на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пап поклонишься мне. Когда Иисус говорит ему, отойди от меня сатана, ибо написано, Господу, Богу твоему поклоняйся, и ему одному служить. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Иисус, услышав же Иисус, что Иоанну там под стражу, сдавился в Галилею, и оставив на завет, пришел и поселился в Каперном и Приморском, в пределах Завулоновых и Невпалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Невпалимова. На пути Приморском, за Иорданом, Галилея, Евангелие, 14 стих, бесплатная Евангелие, слова Иисуса Христа о вечной жизни. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране телесмертной воссиял смерть. Это не про Россию. Пока. Пока, месть. Евангелие от Матвея, 17 стих, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Евангелие от Матвея, 17 глава, бесплатная. А что это случилось? Кто-то хочет убить кого-то. Приход хочет, чтобы все жили. Берите бесплату, Евангелие. А почему воеваете? Вот это плохо. Потому что не надо воевать. Я крест нахрен, насилие нашли. Ну я тоже нашел. Евангелие? Позди с на стороне. Который у тебя на кресте. На кресте. Да помни. Я иду всегда нормально. И так не покаялись пока. Приходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закинывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. Евангелие от Матвея, 19 глава. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас лопцами человеком. И они в тот час, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они в тот час, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповеду Евангелие царствия, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. И прошел в нем слух по всей Сирии, и приводили к нему все девочки, одержимых различными болезнями и припадками, бестоватых колонатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Аллилуйя! Ненадолго хватило русского народа слушать Слово Божие. Бесплатно! А это крупный шрифт. Возьмите нашу санжи. Ну давайте, пожалуйста. Возьмите, здесь. Тут интернет-сайт. Прошу вас пройдите? Конечно, проходите. Спасибо. Переверпите, пожалуйста. Да вы сразу вот сюда, только в них только. Там что-то. Оно Христово. На, держи. Ты умеешь уже читать, да? Подожди-ка, на, чтобы это, мама-то с папой ничего не сказали, чтобы не выкинули. Вот, среди вот это, наши данные. Пускай из мамы. Беги к маме. А, мама здесь рядом пока. Я думаю, откуда пришла она, девочка из пустыни, откуда-то. Девочка из пустыни. Ясно. А то, эта, девочка ходила там, мимо моего дома, ну и все время здоровалась. Я говорю, девочка, ты такая молодец, здороваешься все время. Она бежит, а я там что-нибудь строил там. Я ей дал Евангелие. Прихожу, через день, Евангелие, сугроб воткнута. А потом она проходит и говорит, не разрешили родители. Я говорю, Евангелие не разрешили? Так это же Евангелие. Она же ни о чем больше не говорит, как только о Царстве Небесном. Аааа. Аааа. Понятно. У нас не в Непроводок, не выйдет. Да. Это хорошо. Помоги к Истоскому. Да. Брата знаешь это, как читается хорошо? Хочешь почитать? Начинаешь? В Англии от Иоанна святое благорестование. Глава первая. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет Человека. И Свет в отме Светит, то тьма не объяла Его. Был человек, посланный от Бога. Имя Ему, Иоанна. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете. Дабы все уверовали через Него, Он не был Свет. Они просто росли. А, вон они. Чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть. И мир Его не познал. Пришел к Своим, и Своим Его не приняли. А тех, которые приняли Его, Бедущим, во имя Его, дал власть быть чадами Бога, которые не от крови, не отходили от плоти, не отходили от мужа, но от благо родились. И снова стало плоти, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как и народного Отца. Володя. Володя. Володя, послови ангела моего, предлецом Твоим, который приготовит путь во пред Тобою, глаз, вопиющего в пустыне. Приготовь мне путь, Господу, прямыми сделать нести взаимки. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение, покаяние, для крещения грехов. И выходили к нему вся страна иудейские и ярославляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на шерстах своих, и дел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, Идиот за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, разрезать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из козарета Галилейского и крестил свят Иоанна в Иордании. И когда выходил из воды, до часа увидел Иоанн, разрезающийся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый с сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходящий близ моря Галилейского увидел Симона и Андрея, брата его, закидывавших все эти моря, ибо они были рыболовами. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человека. И они, такчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова, Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И такчас призвал их. И они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит Капернаум, и вскоре в субботу вошел в синагогу и учил. И делились его учениям, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и скричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назорянин? Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Заволчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его, не скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, «Что это?» «Что это за новое учение?» «Что он и духом нечистым повелевает?» «Со власти!» «Я не поминуется ему!» И скоро разошлась о нем молва про все окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Анном. Иосиф Симонова лежала в горячке, и тотчас, говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, искнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, Стабис Марана вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем же в ближние селения города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах и во всей Галилее, и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и умоляя его, падая перед ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, милосердившись над ним, растер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистить. После всего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чистым. И посмотрел на него строго, тотчас обослал его, и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священню, приноси ко течению, что помилил Моисей, бассейн, а он, выйдя, начал разглашать, и рассказывать происшедшим. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Через несколько дней опять пришел он в Капернаул, и слышно стало штул в доме. Так часто брались многие. Я снимаю это. Так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюстом, раскрыли кровлю дома, где он находился, прокопав ее, пустили в постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, ведя веру, говорит расслабленному чадам, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, так часто знал Духом Своим, что он и так помышляет себе, сказал им. Для чего он так помышляет в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному прощать с тебе грехи? Или сказать, встань, возьми в свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он так часто встал и взяв постель вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у собора Божьего, и говорит Ему, следуй за Мною. И Он встал, последовал за ними. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежались и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. в книжнике фарисеи, и увидел, что Он ест с мыслями и грешниками, говорил ученикам Его, как это Он ест и пьет с мыслями и грешниками. Услышав Сия, Иисус говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел признать неправедникам, но грешникам покаяние. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли поститься сына чертога брачного, когда с ними жених? Заколи с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто с грядкой одеться не представляет заплату из негейной ткани, иначе вновь пришитая будет оттерта на старого, и тогда будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого мехи ветхий, иначе молодое вино прольвет мечи. Вот гляди, на остановку глядит, может туда, там никуда не убегут. И пройтись немножко, а? Пошли. Давай, давай. Что мы тут застыли что ли? Пойдем. Пускай тут брат будет. Танец. Пошли. Пойдем. Пошли. Пойдем. От Матфея Святое Благовествование Глава первая Родословие Иисуса Христа Сына Давидова, сына Авраамова Авраам родил Исаак Исаак родил Якова Яков родил Руду и братьев его Иуда родил Фареса Исару от Помари Фарес родил Естром А Естром родила Рама А Рам родил Аминадава Аминадав родил Маосон А Наосон родил Салмона Салмон родил Ваоза От Трахавы Ваоз родил Авида от Трути Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заулию, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авиа родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Монасию, Монасия родил Амона, Амон родил Озию, Иосия родил и Акима, и Аким родил Ихонию и братику перед переселением в Вавилон. Христос родил авиуда, авиуд родил Илеакима, Иллиаким родил Азора, Адор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илеуда, Илеуд родил Ильозара, Ильозар родил Матфана, Матфан родил Якова. Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, и оказалось, что она имеет в отчреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему в гости и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родить же сына, и нарычешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов. Их 21 стих первой главы Евангелия от Матфея. А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который, говорит, все девы в отчреве примет и родит сына, и нарыкут имя ему, Эммануил, что значит с нами Бог. Став от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарык ему имя Иисус.